Семиклассник из Абакана Коля Казаков создавал свой проект несколько месяцев. Целый комплекс для колонизации далеких космических планет. Школьник представил всю цепочку от старта с Земли до развертывания базы на Марсе. Робот должен активировать станцию и тем самым наладить связь между Марсом, базой и Землей. То есть ты мечтаешь на Марс полететь? Нет, я не мечтаю на Марс полететь. На самом деле это создано для того, чтобы, это наглядное пособие, например, для уроков робототехники. А вот проект двух мальчишек из Красноозерного, Димы и Олега, более приземленный. Ребята придумали пылесос-андроид, который, например, круглые сутки сможет чистить территорию вокруг школы. Конструировали из подручных материалов. Вентилятор от компьютера, банка из подмены, труба и кнопка и батарейки. На этом фестивале в очередной раз понимаешь робот, роботу Ройз, например, уменьшенная в 4,5 раза модель танка Т-72, тоже робот, разумеется, не боевой. Проект больше патриотический, но с точки зрения практики, например, этот танк может вспахать землю в огороде. Ну а приветствующий участников робот Гоша, так и сообщает, земляне, мы мирные, захватывать вас никто не собирается. Более того, представленные на фестивале андроиды призваны облегчить жизнь человеческую. Например, этот шлем, напичканный датчиками, способен ориентировать человека в темноте, плюс может распознавать цвета. По сути, это готовый комплекс для адаптации слабовидящих людей. В зависимости от расстояния, меняется сила давления сервоздвигателей. Тебе удобно в нем сейчас? Мне всегда в нем удобно. Здесь практически каждый знает, на что способны роботы, однако некоторые экземпляры завораживают даже искушенных. Второкурсник из ХГУ Егор Потемкин разработал диагностический комплекс, который в зависимости от состояния здоровья способен с помощью световой лампы корректировать психическое состояние. Вполне возможно, что любопытная новинка в будущем появится в арсенале медиков. По наводу, возможно, есть сегодня. Даже тестирование водителя каждого ума – это хорошая вещь. А вот то, что вот это они придумали, воздействие сразу же на психику человека, в зависимости от его эмоционального и физического состояния, это интересная штука. Любая идея, она приходит буквально случайно. То есть я как человек тоже творческий, и сам там не один год занимающийся научными разработками, она даже во сне приходит. То есть с любой мелочи можно выловить что-то, что потом, ну, скажем так, приведет мир. Фестиваль технического творчества в ХГУ, который проходит уже в третий раз, по сути, шанс заглянуть на несколько лет вперед. Сейчас уже никто не сомневается, что именно за роботами стоит будущее. Впрочем, в отдельных областях нашей жизни они уже настоящие. Константин Кравцов, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.